всем добрый день я сегодня нахожусь ботаническом саду имени цицына я сегодня здесь не одна мы с юлей канал гуляем с юляшей и мы вас приглашаем прогуляться с нами по этому замечательному месту ботанический сад был открыт в 1945 году вот это вот его центральный вход что является одной из достопримечательностей этого сада мы с вами находимся на центральной площади смотрите какая красота все цветет погода замечательная настроение замечательный народу как видите очень много все фотографируют снимают и у всех хорошее настроение здесь же на центральной площади находится вот это здание которое построено в 1950 году это главный корпус исследовательской лаборатории ботанического сада конечно народу очень много но во-первых мы гуляли выходной день погода была замечательная и конечно народ соскучился по таким прогулкам потому что в том году весной погулять нам не пришлось около этого главного корпуса установлена памятная доска николай васильевичу цицыну он являлся первым директором ботанического сада у нас конечно никто туда не пустит но нам там принципе я так думаю делать и нечего но от юли уже вырвалась вперед но по крайней мере посмотреть походить вокруг мы можем вот юля пошла к центральному входу но я решила посмотреть что же там сбоку везде-везде люди фотографируются все так по летнему одеты такая вот знаете атмосфера прямо приятная я уже вам показывала есть у меня видео цветение ботаническом саду на лебединое озеро в ботаническом саду а сегодня мы пойдем в определенные места сегодня мы с вами пойдем к фондовым оранжереем в сад камней и в японский садик вообще большую территорию ботанического сада занимают леса он создан на базе древних первозданных лесов которые здесь находились с незапамятных времен но центральной площади естественно оформлена вот видите травка газон пострижены клумбы оформлены такие красивые тут вот и пруд такой красивый вот но мы идем в сторону фондовых оранжерей и мы решили идти не центральными дорожками какими-то а вот по таким вот местам решили пройти вдоль ограды ботанического сада такой как будто идешь по лесу черемаха цветет конечно очень жалко что камера не передает всего этого благоухания ну и так как мы шли с вами нехоженными тропами практически мы подошли к фондовым оранжереем с тылу вот это вот новая фондовая оранжерея первых своих жильцов растений она приняла в 2009 году и первые растения сюда были перенесены из старой фондовой оранжереи ну а потом уже стали привозиться из разных стран какие-то новые растения вокруг оранжереи разбита такой узнаете но парковая такая зона здесь вот лавочки такие вот дорожки вот фонтан здесь наверное когда-то был ну я думаю что в этом году он точно работать не будет в таком он состоянии вообще вот эта территория вокруг оранжереи называется территория непрерывного цветения здесь собранные посажены растения которые с весны до осени сменяют друг друга своим цветением здесь же вот находится сиреневый сад но сирень только начинает зацветать здесь ведь какая смесь сирень и тут же вот ну такая вот лесная полянка можно сказать с такими белыми цветочками а сирень вот она вот только крайние деревья только-только начинают распускаться но я думаю что при такой погоде через неделю максимум через две уже будет в полном цвету все здесь тоже люди гуляют с открытое пространство и в то же время и зелень и цветочки и люди здесь и гуляют и мы даже видели сюда приходят йогой заниматься вот на этих полянках и много бегают по дорожкам там за мной сиреневый сад так общий вид этого этой территории переда новый фондовой оранжереи конечно своими размерами так впечатление производит посещать сейчас не разрешают эту оранжерею я видел информацию что иногда бывают туда экскурсии стоит эта экскурсия 550 рублей вот группа собирают группу но как говорят там показывают очень маленькую часть все экспозиции растений но раз не пускают что мы делаем мы подглядим в окошко конечно видно не очень хорошо больше на меня видно так отсвечивает но по крайней мере видно что окна с той стороны запотевшие значит там такой жаркий влажный климат создан ну какие-то цветочки видно там помолеандр видно еще там какие-то лопухи и еще что могу сказать про это оранжерея она самая высокая в мире ну а мы с вами идем дальше в сторону старой фондовой оранжереи она была построена в 1950 году и как раз здесь нашли свой дом первые тропические субтропические растения которые привозились сюда со всего мира вообще если вы хотите узнать более подробную информацию про ботанический сад зайдите на канал гуляем с юляшей юля там очень подробно все рассказывает интересно так что если кому-то интересно заходите но вот так вот она выглядит снаружи старая оранжерея там внутри вот розочки но опять же если если мы не идем во внутрь мы посмотрим снаружи здесь вот была открыта дверь такая вот ну из-за решетки мы все-таки смогли что-то посмотреть но чувствует что там прям воздух такой жаркий и влажный но по крайней мере там мы никого не видели но вроде говорят что она работает но вход туда платный ну и мы в принципе не планировали заходить в оранжерею вот мы хотели просто посмотреть что она из себя представляет но вот если новая оранжерея высокая то старая оранжерея длинная но вот здесь наверное в свое время был центральный вход не сейчас там все закрыто но если честно я даже не видела но но так вот чтобы где-то было какое-то место где там продают билеты где народ заходит прям вот знаете как вот прям заходит в оранжерею нет вот такого и такого мы не видели но мы с вами идем дальше в сторону сада камней и японского садика ну и теперь можно сказать что мы идем по такой по проселочной дороге но если честно ты если бы мне показали видео с таким лесом я бы никогда никогда бы не подумала что это видео снято в центре москвы и так вот как будто такая проселочная дорога в лесу там какой-то ручеек течет тут даже можно с собаками гулять ну конечно собаки на поводках должны быть вот но мы с вами подходим к саду камней вот посмотрите на фотографиях я так попыталась снять что да что мы ожидали увидеть саду камней а теперь посмотрите что мы увидели есть разница согласитесь а вот это вот стоит очередь в японский садик и как мы поняли по разговорам люди стоят практически по часу мало того что час стоять плюс еще вход туда 300 рублей за руна взрослого 150 на ребенка и 50 на пенсионера но вот здесь вот такое такие ворота сделаны уж не знаю ну наверное зачем-то сделаны юлиска говорила что она была в этом японском саду несколько лет назад и он был совершенно бесплатный и он небольшой вот видите какая очередь мы естественно стоять не стали но мы все-таки его посмотрели вот сквозь забор видно что тут происходит вот пруд поют лягушки чайные домики причем к этому пруду даже никто не подходит все вот там фотографируются на мостике вот тут какой-то фонарь сделан каменный там дальше вот чайный домик и мы так поняли люди пришли хотели посмотреть сакуру но потом как выяснил сакура два дня назад отцвела это прошел сильный дождь и просто ее побил но мы не ограничились этим взглядом мы решили посмотреть через забор с другой стороны японского садика со стороны леса здесь конечно уже зелени побольше и как вы видели забор такой что через него можно перелезть но мы видели что по периметру внутри сада ходят охранники и следят потом пить и забор какой перелезть перелезть запросто и охранники следят за этим забором а мы вот пробирались через такие препятствия здесь какая-то болотина ему вот так вот вдоль забора вдоль забора ну и в принципе вот с другой стороны что мы увидели там какая-то пирамида из камней там вдалеке еще один чайный домик дорожки народу много там гуляют гуляют сидят на лавочках ведь там еще один чайный домик то есть территория не очень большая и ничего особенного там нет а лягушачий концерт можно послушать и вне японского садика рядом есть пруд где живут точно такие же лягушки только подойти можно прямо вот к самой к самой воде не только послушать а вон их полно тут вон они но еще и увидеть сейчас дальше вы там увидите лягушку как она раздувает свои щеки давайте ее послушаем вот 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 Звучит музыка. Ну вот, мы послушали концерт лягушек и совершенно бесплатно. Ну и все, мы возвращаемся, в принципе, к центральной площади. Идем мы теперь уже по цивильной дороге вдоль Дубравы. Конечно, дубы такие стоят, они еще не до конца распустились. Видны все их вот эти ветки. Виды, конечно, шикарные, ничего не хочу сказать. Ну и пока мы идем с вами, я немножко, ну, своими впечатлениями своими поделюсь. Место, конечно, очень хорошее для прогулок, для всего. Но для меня, по крайней мере, есть несколько моментов, которые бы, ну, которые мне не понравились. Во-первых, от одного объекта до другого надо идти там через лес, по дороге. Это 25-30 минут. Лавочек практически нет. То есть, вот, посидеть негде. Пардон за такую подробность, туалеты есть, но практически все закрыты по техническим причинам. С учетом того, что это место для прогулок нечасовое. То есть, мы вот гуляли 2,5 часа. Очень много велосипедистов на самокатах, на электросамокатах. Сами понимаете, какие неудобства это создается, когда особенно идет много народу по одной дороге. Выделенных полос для них нет. И минус еще, что ни одной палатки, где можно купить хотя бы воды. Я уже не говорю про мороженое, там, кофе, чай или что-то такого плана. То есть, такого вообще не предусмотрено. Это, конечно, минусы. Ну, вот мы вернулись на центральную площадь. Вот оно, лебединое озеро. Немножко вам покажу еще. Красивейших лебедей. И здесь рядом есть еще одно озеро. Оно, конечно, не так оборудовано. Оно такое, скажем, полудикое. Но вокруг него есть дорожки. Конечно, смотрится оно красиво. Тут и березки, и там вдалеке где-то яблоньки цветут. И по этим дорожкам тоже люди гуляют. Там меньше велосипедистов. Если честно. Вот. Ну, то есть, тоже красиво. Ну, вот такая у нас прогулка сегодня получилась. Спасибо большое, что погуляли с нами. Вместе гулять всегда веселее. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. А вот, кстати, и сакура, которая до сих пор цветет. И которую можно посмотреть, пофотографировать и понюхать. И совершенно бесплатно. А я говорю вам до свидания. И еще обязательно увидим.